Самозарядный карабин Симонова образца 45 года СКС-45 Который предназначен для стрельбы таким же промежуточным патроном, что и автомат Калашникова Стреляет, конечно, только одиночным огнем, потому и самозарядным Комплектован неотъемно-откидным штыком Здесь классический вариант клинкового типа, ранний вариант игольчатый, как вот на трехлинейке Очень быстро все-таки сняли с серийного производства, потому что тот же самый патрон Калашников мог стрелять очередью, этот Симонов не мог Но во всяких утротах почетного караула, во всяких там тоже иностранных армиях Он применяется до сих пор в Америке популярен на гражданском рынке Там, правда, в основном китайские клоны идут Но там, опять же, по современным каталогам смотришь, там любой тюнинг за ваши деньги И отъемные магазины, и стрельба очередью, и отсечка по три патрона И лажа уже современная, там все эти с пластиком, с телескопическими прикладами Вот, а так, то же самое у классики неотъемный магазин Десять патронов обойма Снаряжается как трехлинейная винтовка и аналогично разряжается Предохранитель, банальный флажок, который блокирует спусковой крючок Что есть небольшой недостаток, потому что ничто внутри не блокируется И если падение или удар от заряженного карабина, может быть все-таки случайный выстрел Что тоже по современным меркам считается уже недостаточно Прицельная, стандартная, до 1000 метров Вот обычный секторный прицел уже на тот момент был всеми признан Есть какие-то преимущества в сравнении с Калашниковым, ну хоть какие-то? Ну, разве что поточнее бьет одиночным, покучнее и может быть кому-то поудобнее Ага, а почему такая незавидная судьба у него? Сколько он получается на вооружении был? Ну, на вооружении он был недолго Потому что на тот момент, вот когда шла разработка вот этого изделия в конце Второй мировой войны Еще мало кто понимал, каким должно быть новое оружие под промежуточный патрон Там все бросались в крайности здесь, вот только самозарядный, только одиночный огонь Автомат Судаева был, АС-44, он был ближе вообще к ручному пулемету, хоть и назывался автоматом Ну, просто не было еще понимания, что хотят получить И по факту, то есть, вот эту винтовку уничтожил Калашников? Ну, по большому еще туда отказались от карабина Симонов в пользу автомата Калашникова Который под тот же самый патрон, но мог стрелять очередями, а чего СКС не мог Клевая штука, ну, так симпатичная Ну, симпатичная, то же самое, охотничьи варианты до сих пор спокойно продаются По нарезанной лицензии можно приобрести Единственное, только у них штыков нет, у нас по закону оборужившие штыки Неприветствую А сколько вот такой вот охлощенный стоит сейчас? Сейчас вот то, что-то порядка двадцати тысяч, он сравнительно недорогой Коль, почем, правда, не помнишь? Да, по-моему, шестнадцать А, даже шестнадцать СКС СКС